Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Президент Сандо сообщил о встрече правительства Молдовы с представителями Кабмина Румынии, запланированной на конец этой недели, пятницу, 11 февраля в Кишиневе. В связи с этим глава государства объявила о соглашениях, которые будут подписаны между двумя государствами в ходе совместного заседания правительства двух стран. Понедельник начинается с важной новости. В конце этой недели в Кишиневе состоится совместное заседание правительству Молдовы и Румынии. По этому случаю будет подписан ряд соглашений и протоколов о сотрудничестве в нескольких областях. Среди них соглашение о строительстве нового моста через пруд в Унгенах, программа безвозмездной финансовой помощи в размерах 100 миллионов евро и отмена платы за роуминг. У нас есть уникальный шанс реализовать проекты, имеющие большое значение для нашей страны. Мы благодарим Румынию, которая в очередной раз проявляет солидарность и щедрость по отношению к гражданам Молдовы, говорится в сообщении президента, опубликованном в ее соцсети. Отметим, что совместные заседания правительству Молдовы и Румынии были организованы в 2012 году в Яссах и Бухаресте, в 2015 году в Нептуне и в 2017 году в Пятрах-Нямц. Кроме Румынии, европейский курс Молдовы также поддерживает Венгрия. Об этом ранее заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиерта. На совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Папеско в Будапеште он подчеркнул, что Венгрия выступает за укрепление отношений с Молдовой и поддерживает ее европейский курс. Он отметил, что товарооборот между странами достиг 128 миллионов евро. Венгерские компании успешно действуют на молдавском рынке, передает Infotek MD. Петер Сиерта напомнил, что визит по Песку происходит на фоне напряженной ситуации во Восточной Европе. «Мы хотим, чтобы диалог между Востоком и Западом продолжился. Мы не хотим повторения событий холодной войны. Восточная Европа сильно пострадала в те годы. Всегда, когда существует конфликт между Востоком и Западом, наш регион страдает больше всего. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы такого рода конфликты разрешались как можно скорее при помощи дипломатии». В свою очередь Папеско заявил, что молдавская сторона всегда открыта к сотрудничеству укреплению экономических связей в образовании. Отметим, что в ходе встречи было обсуждено открытие кредитной линии через венгерский госбанк Эксимбанк. Также обсуждалась ситуация в регионе и перспективы участия Молдовы в проектах «Инициативы трех морей». Главы внешнеполитических ведомств подписали меморандум о сотрудничестве на 2022-2023 годы. Также недавно аспекты диалога между Кишиневым и Тирасполем обсуждались на встрече вице-премьера пареинтеграции Серебряна с главой представительства Совета Европы в Республике Молдова Масолином. Масолин поздравил Серебряна с назначением на эту важную должность. В ходе дискуссии основное внимание уделялось отличному сотрудничеству между Молдовой и Советом Европы и постоянной поддержке получаемой Кишиневым в том числе тематической экспертизе, рекомендациями по эффективному опыту, проектом по продвижению мер укрепления доверия и другим формам многосторонней помощи. Вице-премьер Серебрян подчеркнул необходимость сохранения приоритетного видения проблемы прав человека в Приднестровском регионе, в том числе в сфере обеспечения соблюдения права на образование на родном языке, укрепляя совместные усилия в этом направлении. Также подтверждена необходимость ознакомления с мнением и предварительной информацией Бюро по реинтеграции о программах и проектах, планируемых к реализации в Приднестровском регионе, с совместной выработкой приоритетных направлений действий в этом отношении. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.